Всем привет! Продолжаем знакомство с LED-матрицей 16 на 16 адресных светодиодов, которые мы начали в позапрошлом видео. В этом ролике мы пересоберём схему подключения LED-матрицы к Arduino и к регулируемому блоку питания. Далее мы подключим к этой системе энкодер, обзор которого был в прошлом видео. Познакомимся с таким важным при работе с микроконтроллером понятием как прерывание и будем управлять с помощью энкодера различными цветовыми эффектами матрицы. Так как планируется задействовать большую часть светодиодов на матрице, это приведёт к достаточно высокому потреблению тока и доизменим схему подключения матрицы к Arduino Uno. Питать мы матрицу будем через эти два провода, снабдив провода вот таким вот разъёмом. Подключим разъём к блоку питания. От ещё одной группы проводов блока питания будем питать Arduino Uno. На макетной плате уже установлен и подключен к Arduino энкодер. Подробности подключения энкодера мы разбирали в прошлом видео. Зелёный провод DIN матрицы соединим с помощью вот такого вот провода, которому уже припаян резистор на 220 Ом с девятым пином Arduino. Упростим скетч-блинк из позапрошлого видео. Уберём всё лишнее, запишем работу след матрицы в более компактном виде. Побережём глаза и стандартной функции FastLED установим яркость в 40. Интервал значение яркости задаётся от 0 до 255. Теперь добавим в скетч код для работы с энкодером из прошлого видео. Здесь возникает одно НО. В прошлом видео для простоты мы разместили код функции Loop. Но если мы задаём паузу в выполнении кода, как в данном случае с мигающим светодиодом, чтение положения энкодера практически прекращается. Это происходит от того, что во время действия функции Loop скетч стоит на паузе. Никакие блоки кода не выполняются. Даже если мы уменьшим задержку мигания светодиода до 100 миллисекунд, то чтение состояния энкодера будет происходить через раз, либо вообще не происходить. В такой ситуации нам на помощь придёт такая очень полезная вещь, как прерывание. Прерывания позволяют приостановить выполнение основного блока кода до выполнения функции, связанной с данным прерыванием. Для работы с прерываниями в Ардуино есть стандартная функция Attach interrupt, которая в качестве первого аргумента получает номер прерывания. Далее идёт название функции и условия срабатывания. Переподключаем выход S1 энкодера ко второму пину Ардуино, а выход Key к третьему пину. Выход S2 можем оставить без изменений, так как ему не нужно отдельное прерывание. Его значение всегда меняется вместе с S1. Выносим соответствующие изменения в скетче и функции Setup назначаем два прерывания. Одно для отслеживания поворота ручки энкодера, другое для отслеживания нажатия кнопки энкодера. Из функции Loop переносим блоки кода для работы с энкодером в отдельные функции. Загружаем скетч в Ардуино, открываем монитор порта и видим как светодиод у нас срабатывает раз в секунду и точно также корректно отображаются значения, изменяемые поворотом энкодера и нажатием на его кнопку. Теперь перейдем к управлению матрицей с помощью энкодера. Воспользуемся примерами из библиотеки FastLED, которые можно найти в папке Examples этой библиотеки. Добавляем некоторые эффекты из примеров библиотеки FastLED в наш скетч. В первом примере мы используем энкодер для изменения яркости матрицы. Вращая регулятор энкодера вправо, мы увеличиваем яркость. Влево уменьшаем яркость. Нажатие на кнопку энкодера осуществляет переход к следующему эффекту. Во втором примере с помощью энкодера мы изменяем скорость воспроизведения анимации. Поворачивая регулятор по часовой стрелке увеличиваем скорость воспроизведения. А против часовой стрелки уменьшаем. В третьем примере мы с помощью ручки энкодера управляем самой отрисовкой анимации, а именно меняем палитру цветов. Вот такой получился пример возможности управления LED-матрицей с помощью энкодера. Ссылка на скетч в библиотеку FastLED будет в описании к ролику. Если будут вопросы по схеме или скетчу, задавайте в комментариях. В следующем видео мы будем выводить на матрицу различные картинки, в том числе анимации. А также я покажу как преобразовывать символы любого шрифта в массив для вывода на матрицу текстовой информации. Например, в виде бегущей строки. Спасибо за просмотр. Кому понравилось видео ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!